МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телефон разговаривала, в ту сторону, в левую сторону пошла, и на обратном пути, вот где хачлёк стоял, забрала, наклонялась, и в сумку себе положила, и поднялась, и ушла, открыла дверь и вышла. Потерпевший сразу позвонил в полицию. По словам мужчины, в кошельке находилось около 200 тысяч рублей. Банковские карты. Сотрудники полиции ведут поиск преступницы. А мы ещё раз предупреждаем вас, уважаемые земляки, о бдительности. Кража – самый распространённый вид преступлений в регионе. Не оставляйте без присмотра вещи и будьте внимательны к своим сбережениям. Поздним вечером 24 декабря в Тверском областном суде вынесен приговор 32-летней Юлии Дмитриевой. Об этом преступлении мы неоднократно рассказывали в патрульной службе. В тот день, 10 ноября 2018 года, патрульная служба работала на месте преступления. К одному из домов по проспекту Ленина вызвана следственно-оперативная группа. Несколько раньше сюда приезжала скорая помощь. 10 ноября 2018 года за Волжским межрайонным следственным отделом города Тверь, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в убийстве своей малолетней дочери. Трагедия произошла в этой комнате трёхкомнатной квартиры. Именно здесь ранним утром 10 ноября 31-летняя женщина задушила свою четырёхмесячную дочь, а потом пыталась покончить с собой, разрезав руки и нанеся удар ножом себе в шею. В этой трёхкомнатной квартире, где прописана теперь уже обвиняемая, проживают её родственники. Тем утром они спали и ничего не слышали. Но ничего не предвещало, да? Нет, вот я с девочкой сидела, играла, вот она только на руках её вот таскала. Она как положит её, так она плачет. Я возьму игрушечку, я маленько побрякаю, она вот... А что могло быть причиной непонятной? Непонятной. Всё, она же её купала, я-то ушла, это вот мне сын сказал. Она, говорит, её искупала, покормила, вот всё что-то. А с сожителем как нормальные отношения у неё были? А кто знает, она и приехала из-за этого, что они там поссорились. Женщина приехала в эту квартиру после ссоры с сожителем, отцом и ребёнка. Он проживает в Калининском районе. Как она вот забеременела, месяцев 8 она там жила у него. У сожителя? Да. Сюда она ходила только когда... Она же прописана здесь, и она в женскую консультацию ходила, вот наблюдалась, сюда приходила. Ну, бывает, что-то свои вещички какие-то. А сегодня они здесь ночевали? Да. С девочкой она ночевала. Следствием установлено, после убийства дочери, женщина разрезала себе предплечье, а потом позвонила подруге и написала СМС сожителю. Подруге сказала, я убила дочь и собираюсь убить себя. Именно подруга и вызвала скорую помощь. Медики успели спасти женщину и экстренно доставили её в реанимацию. Двумя СМСками отцу ребёнка обвиняемая написала, мне нужна была твоя помощь, её не было, приезжай и забирай труп дочери. Вторая СМС, и мне скоро конец. 11 ноября по ходатайству следствия в больничной палате решением пролетарского районного суда обвиняемые избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обвиняемая под указанные меры пресечения находится в хирургическом отделении медицинского учреждения, соответственно, под охраной сотрудников конвойной службы. Ещё одна немаловажная деталь. Родная мать, теперь уже осуждённой, пыталась её убить. А мама сидит в колонии? Да. За что? Её порезала свою дочку, вот эту же Юлю, 6 лет далее. Первоначально врачам скорой помощи женщина говорила о бедственном положении. Нечем и не на что кормить ребёнка. В рамках расследования этого уголовного дела следователями регионального следственного комитета возбуждено ещё одно уголовное дело. За Волжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 4-месячной девочки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних преступления, предусмотренные частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность. В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой 15 лет лишения свободы. Суд признал Дмитриеву виновной и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.